Початок к створению сетки музейных установ на Равлянского района поклали в 1991-м, когда тут открыли музей этнографии. Але саправдный бум почался году 10-м тому. Музей Рамёстов, музей Северского гандля, музей Пошта, музей Истории района. Усе без выключения размещены у школах, а тому николи не пустуют. Крыгатым первоважная большинство экспонатов саправдное, як до речи и у нового музея детинства, сяруют его первых наведывальников, керуньки в области района. Экскурсоводы слухают уважливо, а потом делятся ураженными. Саправды, ранние теж цацки были махчими не такие пригожи, як зараз, але и они были добрыми. Другого вызначения не знайдешь. Нет этого уродства фантастического, вот этой фантасмагории в игрушках, как было, как наблюдается она теперь. То есть игрушки воспитывали и развивали детей. Самое главное – воспитывали. А что для маленького ребенка? Конечно, надо его воспитать человеком, чтобы нормальным человеком вырос. Но вот советские игрушки – это все хорошо просматриваются. Особлилось у всех школьных нарулянских музеях у тем, что до любого экспоната можно докрануться руками. По великим рахунку, яны и створены школьниками, членами мясового крыльзнавчика гуртка под керунницом наставника Василя Чайки. Подчас экспедиции по вёстках района у них отрымливается знайсти такие речи, что потом сами издевляются. Напыл на самый незвычайный портфель в истории Беларуси. Минавито у этой якости выкарствовали скрыню с под немецкой сброи. Далее, подручников и шитку тогда так само не было, а тому писали на звычайной газете. Хоть на Равлянском музее это не просто текавые экспонаты, шитки разных часов, куток двоечника, школьные подручники. По каждому разделе можно проводить особное доследование. Экспозиция музея детинства будет пополняться. Есть, например, планы привести сюда соправданную дитяшую колыску за одного из былых панских маёнков. Такие экспонаты так само нашли. Але самое головное, что теперь у сего это можно просто прийти и убачить. Наверное, надо подрастающему поколению знать свои корни, надо знать свою историю и ценить то, что мы сумели сберечь и показать подрастающему поколению. Поэтому это хорошее дело. Музей в школе, я считаю, должен быть. И наш музей, это гордость наша. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, Телерадо и компания «Гомель» с Нароли.